Как и с какого возраста можно дрессировать тигра, каков рацион хищников и характер? Ответы на эти и другие вопросы получили дети Кавминвод и близлежащих регионов на бесплатном открытом уроке у именитых дрессировщиков и руководителей шоу «Планета-13» Карины и Артура Багдасаровых. Свои навыки усатой-полосатой продемонстрировали на манеже Кисловодского цирка. Закулисное шоу смотрела и Алла Качиева. Заслуженные артисты России, известные дрессировщики Карина и Артур Багдасаровы проводят бесплатные интерактивные занятия в каждом городе, где проходят их представления. Вот и Кисловодский цирк стал местом проведения традиционного открытого урока для 250 детишек из малообеспеченных семей, ребят с особенностями развития и с ограниченными возможностями здоровья. Есть такие детки, которые не все могут прийти на обычное представление, не все детки могут воспринимать яркий свет, громкую музыку, какое-то движение, большое количество людей. Поэтому мы с Артуром проводим такие репетиции. Именитые укротители рассказывают о своих подопечных – крупнейших хищников на планете. Любознательные мальчишки и девчонки задают на перебой вопросы Карине и Артуру. Как приручить тигров? Зачем нужна палка дрессировщику? Сколько весят животные? Какое количество мяса они съедают в день? Где и как их содержат? На все интересующие вопросы юные зрители получают ответы. А на манеже двухлетние усатые полосатые артисты – Бетти, Ахиллес, Байкал и Кар – демонстрируют свои навыки. Тигрята старались. Делали пируэты, прыгали через огонь, ходили по бревну. Публика встречала нам мировосторженными овациями. Ну а затем детишкам представилась возможность изучить азы дрессировки в игровой форме прямо на манеже. Они смогли побывать в роли артистов и их нарисировщиков. Дети в этот период, они даже если вы заметили, когда мы их уже сюда вот в клетку позвали, когда они стали тиграми, они уже более раскрепостились. У меня вот здесь был один мальчик, я заметила. Он с особенностями развития. Прыгал в клетку, девочка в кольцо, девочка прыгала в кольцо, да, медленно, на своей скорости, так как может. Но здесь в цирке дети раскрепощаются, они становятся настоящими, они ничего не боятся. Закулисная цирковая кухня оказалась очень интересной. Хотя к полосатым хищникам нельзя было подходить близко и гладить их, но зато дети узнали многое о жизни тигров и о секретах дрессировки. Благотворители постарались в этот день научить ребят правильно общаться с животными. Что вам больше всего понравилось? Когда они в кольцо прыгали. Когда они в кольцо горящее прыгали. Мне тоже. А мне когда они играли. Руководители шоу «Планета 13» дрессировщики Карина и Артур Багдасарова подарили в этот день изобилие непередаваемых эмоций. Поделились они и ближайшими планами. У нас осталось всего две недельки. У нас окончание 18 апреля, а 17 числа у нас будет замечательный праздник. Это Всемирный день цирка. У нас будет очень интересно. Будет салют и многие еще другие моменты. Так что приходите.